Доброе утро, дорогие друзья! В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы предлагаем вам увидеть ихтиозавра и не его одного. Скоро всего, скорее всего, скорее всего, скоро в Музее природы и человека, а именно, сегодня, 12 апреля, начнёт свою работу интерактивный выставочный проект «От дивона до дивана». Сегодня в нашем утреннем кресле заведующий отделом палеонтологии Музея природы и человека Антон Резвый. Антон Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Антон Сергеевич, по названию сразу и не скажешь, о чём эта выставка. Да, вы знаете, мы тоже с коллегами долго спорили, оставлять такое название или нет, потому что мы прекрасно понимаем, что есть некоторая интрига, которая может быть не совсем, или даже, может быть, совсем непонятна. Вот отчасти я сейчас вам её объясню, но для тех, кто не услышит этого сегодняшнего сюжета, ну, может быть, это будет каким-то таким завлечением на выставку, тем более, что на большом баннере у нас есть ещё другой такой слоган или лозунг, да, «Хотите ли вы увидеть ихтиозавры?» Вот ихтиозавры, да. «Хотите ли вы увидеть ихтиозавры?» «Хотите ли вы увидеть ихтиозавры?» Естественно. А вообще ихтиозавры достигали огромных размеров. Это были рептилии, жившие в мезозои вместе с динозаврами. Ихтиозавры — это не динозавр. «Не надо путать». Да, «Не надо путать». Это морская рептилия. Вот они достигали до 20 метров таких огромных размеров. А давайте же я объясню, что такое от девона до дивана. Ну, что такое диван, наверное, всем хорошо известно. Я думаю, помню. Вот здесь у нас мамонт символизирует диван, поскольку эта игрушка тоже будет на диване. Диван — это окончание нашей экспозиции. Ну, а начало — это девон. И девон я вам тоже принес. Продемонстрируйте. Да. Вот этот вот геологический образец. Это? Это горная порода, не просто булыжник, да, или камень. Геологи очень не любят, когда называют камнями какие-то образцы, потому что камень — это что-то обезличенное. А это образец горной породы, известняка, возраст которого 360 миллионов лет. Скоро! Скоро, сколько? 360. И вот вы можете положить вот так вот на него руку и потрогать. Дело в том, что это поверхность дна Девонского моря. Холодный. Ого! Ну, конечно, это было давно, поэтому холодный. Потрогай. Я потом чуть попозже. И что же такое Девон? Девон — это название периода геологического, потому что геологи разделили всю историю Земли, так же, как и археологи, может быть, ну, некоторые слышали точно всякие названия, типа, палеолит, мезолит. Ну, естественно, в школе бывали. Девон Шир в Англии, где впервые описали горные породы этого возраста. И, соответственно, наша выставка рассказывает вот об этом временном интервале от Девонского периода до современности. Ну, соответственно, все это через образцы, которые были собраны на территории нашего округа. И мы можем хотя бы дискретно, но проследить вот такую эволюцию территории Югры и посмотреть, какие животные и растения обитали. Хорошо. А на посетителей какого возраста рассчитана выставка? Она, ну, видите, я вам не зря еще принес игрушку. Она рассчитана от профессиональных геологов и до маленьких детей. Потому что у нас там огромное количество еще, как вы правильно сказали, это интерактивная выставка. Там можно будет не только посмотреть на образцы, но и их потрогать руками. Да, мастер-классы, конечно, тоже будут сделаны. Можно будет покопаться в песочнице и представить себя палеонтологом. Можно будет заглянуть через микроскоп и посмотреть микропалеонтологические древние объекты. Можно будет свой рост измерить в стрекозах. В стрекозах, да. Дело в том, что как раз в Девонском и Каменноугольном периодах стрекозы достигали намного больших размеров, чем сейчас. Можно будет посмотреть на большерогого оленя и сравнить свои размеры с ним. Ну и, конечно, традиционные, такие животные, как мамонты, тоже будут представлены на этой выставке. Можно на эту выставку брать с собой фотоаппарат? Да. Да, можно фотографировать совершенно. Сейчас такая функция или опция, как фотографирование в музее у нас уже бесплатно. И не запрещена. В интерьерах и, можно так сказать, войти в Девонский период и там на несколько секунд задержаться. Да, надо сказать, что эта выставка, может быть, первая в таком роде в нашем музее, потому что то пространство, где оно происходит, оно было преображено как никогда. Да. Я не буду раскрывать секрет, но когда вы войдете туда, действительно, можно погрузиться в разные периоды. И об этом оставить воспоминания в виде фотографий. Давайте еще раз напомним время работы выставки. И как долго она будет работать в музее природы человека? Да, она открывается сегодня и закрывается в сентябре. То есть она будет работать в длительный период, но все равно, пожалуйста, приходите, не задерживайтесь. Ну что ж, не теряйтесь. Не откладывайте на потом, потому что и наш период когда-нибудь в музеях тоже будет отображен. Антон Сергеевич, большое спасибо. Мы желаем аншлагов на этой выставке, чтобы все возвращались, уже уходили с нее, возвращаясь к своему диванному периоду. Да, я считаю, что очень активному, пусть многих, да, с отличными воспоминаниями. Марина, а вы пока можете развернуть мамонта лицом к зрителю. Я хочу прикоснуться к истории. Еще раз. Большое спасибо, до новых встреч. Спасибо большое.